здравствуйте всем сегодня 7 августа 2022 год хочу вам показать свою ну так сказать большую или небольшую коллекцию метельчатых гортензий состоящую где-то ну немножко больше чем 60 сортов у меня все свои гортензии я покупаю маленькими растениями они не цветущие выращиваю что-то из кассет что-то из горшков p9 самый большой горшок у меня был не были в литровых горшках в общем все гортензии сформированы моими руками это были не взрослые кусты это все вынечены с маленьких маленьких растюх вот сейчас прямо перед вами две покупки прошлого года большие белые шапки это гортензия геркулес конечно очень было жаль у нее должно было было быть четыре побега но на грани цветения меня не было дома был у нас дождь ураган выломала у меня два побега но там даже шапки были побольше чем вот тут посмотрите это гортензия действительно оправдывает свое название геркулес соцветия у нее около 40 сантиметров состоящие из таких у некоторых даже гортензии видите сама вот эта шапочка просто это одно соцветие а тут состоящие из вот таких причем некоторые гортензии начинают уже показывать розовинку пока она не розовеет видите она ну распускалась как бы таким сливочно белым на видео видно потом она белела вот белая сейчас проявляет уже салатовая пока розового нас на 7 августа я на ней не вижу стволы довольно крепкие но я ее связала эти два побега друг с другом чтобы просто во время дождя от такой величины шляпа такая огромная не упала просто под самое основание не выломала этот побег видите можно увидеть по сравнению с остальными гортензиями вот издали как в как выглядят огромное огромное вот эти соцветия рядышком с левой стороны они вместе у меня покупались таких же малюсеньких горшках кстати геркулес если кто помнит с прошлого года такая была корявка из той маленькой такой какой-то загогулины которые я обрезала в прошлом году прямо на одну почку маленький саженец в горшке меньше чем по 9 там наверное ну не знаю не пол литра очень маленькая я обрезала ее на на одну почку и в этом году я точно также обрезала на одну почку почему некоторые вот еще по спорю снова говорят что не надо обрезать маленькие дайте им наращивать корневую систему я прямо на этой гортензии геркулес показывала как наращиваются корни как наращивается вверх в прошлом году она у меня заложила бутоны но процвести вот так вот не успела потому что из малюсенького малюсенького была она совершенно черенка и вот прямое доказательство что все мы обрезаем одновременно и все то есть обрезаем низко растет и вершки растут и корешки сейчас он у меня пока геркулес 20 литровом горшке почему в горшках у меня есть дача на которую переедут эти мои красавцы поэтому лишний раз не спрашивайте мне удобнее подрастить сформировать в горшке чем вот эту козявочку которую не видно высадить на даче чтоб там затоптали собаки или нечаянно скосили вот вот это самарская лидия они вместе покупались второгодка также была обрезана вот на 7 августа она у меня только закладывают бутоны до попозже зацветет в этом году снова обрезала ее обрезала ее на одну почку некоторые прямо удивлялись за сердце хватались как я ее обрезаю вот она наросла ростом с геркулес ну я думаю метра десять где-то она выросла если убрать высоту горшка оставила ей пять побегов конечно нужно было меньше почему обрезаю низко побеги пока у нее не очень толстая это некоторые считают что в прошлом году она была просто непонятно каким-то малышом как бы первый год но я считаю что это второй год ее жизни зимой видимо она была прону позапрошлой укоренена вот прошлый год нарастала а это второй год ее жизни вот такая самарская лидия у меня еще у меня новинки и 21 года 22 сейчас мы приближаемся проходя мимо красавца геркулеса за геркулесом зеленое красивое соцветие шапки видите это гортензия новинка 22 года be green извините она но у меня еще есть без она попозже зацвела и be happy из серии be 3 у меня гортензии смотрите сразу она была салатовая теперь уже на 7 августа на ней проявляется розовинка вот на ней проявляется среди такая приятная розовинка соцветия очень туго набитая очень такое тугое если его посмотреть такое тут тугое тугое и немножко ночью у нас прохладно выходишь видите начинается красивая так она зарумянится она у меня была куплена из европейского питомника такой более-менее крепкий саженец ну вот он нарос вот так я обрезала даже если я покупаю крепкие саженцы все равно обрезаю все пониже я думаю если хотите всей своей коллекции отдельные сделаю такие портреты своих гортензий на пока общий обзор моей коллекции общем вот такая боюсь приближать поближе чтобы размытого не было изображения со всех сторон красавица би грин еще по выпускала сверху такие как бы прилистники которые тоже за цветут так но раз я говорю обо всей коллекции своей вот эта малышка такая малышка вообще не литр тут 700 грамм и смотрите я и даю цвести это о вопросе о том да давать ли цвести маленькая гортензия почему и не давать цвести она хочет цвести пускай цветет это петит стар маленькая звезда она была очень таким лохматеньким тонкие прутики очень много у нее их нормировала оставив ей 3 ну и вот буду формировать все буду показывать по весне что буду делать сантиметров 20 на бейстар маленькая звезда ой бистар петит стар и с этой серии петит у меня еще есть петит лантерн петит лантерн вот она она не цвела я ее заставила пролив удобрением 13-40-13 и она заложила уже бутон в один стволик так в этой части перегревается у меня телефон перейду в другую часть так ну вот эти гортензии еще я вам не показывала показывала ее покупку с открытой корневой системой тоненьким саженцем посмотрите вот в такую красавицу превратилась гортензия саммер лав около четыре побега все показывала на ней посадку с открытой корневой системой нормировку ну и перевалку в другой горшок потому что один побег рос в сторону саммер лав была низкая обрезка четыре очень крепких побега очень крепких это считается из низкорослых она потом красиво начинает розоветь по вот 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 тут пока у меня на 7 августа она мне вот в таком виде видите только начинается раскрытие а два в бутонах как бы я вам тоже говорила что помогаю своим гортензиям заложить бутоны калина фосфорными удобрениями дальше за ней многострадальная шу гараж собаки тоже было четыре побега собаки у меня и выломали очень крепенькая но саммер лав чуть повыше очень крепкие толстые стволы но вот смотрите пока только начинает зацветать это не о цветущих гортензиях а просто о гортензиях моего сада на 7 августа вот такая еще совсем малыха стробери блоссом но я надеюсь что хотя бы она покажет свой бутон сейчас я пересажу в больше в больше горшок ну и подкормлю калина фосфорным стробей волосом в коллекции вот это у меня вот это у меня ой пастель green первое соцветие первое соцветие уже цветет вот эти повыше только заложили бутоны вот такая пастель green так вот это одна из моих новинок серии пан пандалуз она цвести не хочет но видите после подкормки 13-40-13 формулой на пошла в рост и уже чувствую там где-то заложила она свой бутон вот такая у меня пандалуз около сантиметров 8 дайпан папа не пандалуз пантеон пантеон пандалуз рядышком вот это пандалуз она зацвела раньше всех соцветие белое конусом испанов она зацвела раньше всех вот такая она сейчас уже вот так изменяет цвет тоже собаки очень много по выламывали побегов у нее ну вот она это пока у моей коллекции вот это гортензия и ни разу не показывала pink and rose pink and rose пока у меня в таком и на состоянии некоторые только закладывают бутоны но концу сезона конечно она успеет процвести а я ей в этом помогу вот pink and rose это гортензия пинкачу на ней я показывала что она была поражена вот на вот тут когда была клещом ведь какие-то плохие листья но после обработок вот клещ клещ после обработок видите листва прекрасное растение почувствовала себя хорошо и закладывает бутоны и будет цвести увидим цветение гортензии пинкачу вот там это у меня french baleroa но мы пока о метельчатых гортензиях вот такая у меня гортензия panflora на ней показывала она была вся такая густым-густым кустиком и видите цветет каждое соцветие которое я ей оставила она цветет но говорят что она сильно пахнет жасмином может быть она еще не до конца распустила вот эти свои фертильные цветочки она пахнет как и все остальные гортензии пахучие но не могу сказать что сильный такой у нее аромат сантиметров она 40 красивый кустик это низкорослая гортензия потом имеющая красноватый цвет уже немножко показывает розовинку так вот эта гортензия из серии гор magical kilimanjaro только закладывают бутоны в этом году тоже куплено с открытой корневой системой пока она у меня в таком виде но до конца сезона буду еще показывать ее красоту перешла немножко в тенистую часть телефон перегревается чтоб немножко у нас тыл так ну не буду характеризовать о о своей коллекции вот этим уже гортензиям третий год это у меня сильвер доллар сильвер доллар в моей коллекции кому захочется посчитать можно посчитать сколько у меня именно растет тут потому что некоторые гортензии растут и на даче так вот это бабу из черенка в только в этом году в общем так себя ведет где-то только закладывают бутоны и чуть-чуть вот такой есть небольшой бутончик ну пока так она у меня бабу вот это cotton cream видите какое туго набитое соцветие и розовая бубенка внутри цветок не очень большой белый слегка был сливочный но такой туго набитые видно крепенько это тоже из низкорослых сортов так ну polar bear все видели он растет у меня в 50 литровом горшке polar bear вот такой это же гортензия вообще выращено мною из черенка и черенок кстати поздно делала где-то было начало сентября и она у меня укоренилась радости не было предела в общем наверное ей четвертый год вот как из черенка четвертый год ну да ладно это полярный медведь magical candle в том году в это время цвела была красотка в этом году она тормозит но она у меня в коллекции есть magical candle видите после подкормок закладывают бутоны бутоны ну это ванилла фрайс потому что в коллекции без такой гортензии это вообще невозможно гортензия ванилла фрайс так сейчас снова немножко в тенистый в тенистый уголочек где еще не цветущая но коллекция гортензий вот это у меня покупка этого года little elf наросла сантиметров сорок все же все нормирую я не нормирую все обрезаю низкая я вам не все могла показать потому что я в этом году купила очень много гортензии все показать просто было невозможно ну закладывают бутоны little elf у меня в коллекции есть потом это из кассеты укорененный череночек маленький был укорененный такой маленький-маленький royal flower вот так она выглядит я я надеюсь что она у меня процветет и покажет все-таки свою сортность потом это новинка двадцатого или двадцать первого года гортензия color full коктейль вот такая это тоже из укорененного череночка ну и еще один royal flower вот такой такой royal flower что у меня еще тут вот а мои крупнолесные это little passion это вообще была такая маленькая метла толщиной с ниточку с ниточку вот эти вот стволики были у нее оставила 4 посмотрите сантиметров 20 но они крепенькие уже можно о чем-то на следующий год думать формировать little passion это little fries процветет там я вижу у нее закладку бутонов еще не цветет little fries то процветет это очень люблю эту гортензию гортензия sunday fries sunday fries посмотрите какое плотное соцветие начинающие уже розоветь и это только посадка этого года это только или осенью или ось осенняя посадка из прошлогоднего ну как бы этого саженца маленького все какие тут соцветия очень у меня их было очень много но они разъехались по своим хозяевам вот узнать как цветет и цветут ли у них и какая у них красота в общем такая sunday fries так ну пройдем пройдем впереди видите гортензия summer snow summer snow вот так выглядит довольно прямо стоячий кустик я ее не не очень низко обрезала на две пары почек жалею нужно было ниже но все же можно исправить следующем году пока на 7 августа она выглядит так белая красивая купола куплены такое вот соцветия куполом так little spooky little spooky пока только-только заложила бутоны но решила быть вот таким пушистиком пушистым кустиком и причем на каждом этом пушистике закладывается бутон видите она только начинает цвести будет дальнейшее видео буду показывать как выглядит моя little spooky и до какого размера в общем она вырастет а вот это summer snow считается летний снег считается что она не краснеющая гортензия так вот это гортензия граффити это уже трехлетние кусты которые два года или уже третий год подвержены мои моей обрезке моему формированию настолько знаете даже у ванилы фрайс не настолько огромное соцветие или она еще до конца его не распустила как у гортензии моей граффити насколько же большущая почти такое же как у геркулеса третий год моей граффити вот такая она огромнейшее соцветие но просто поражающая вот огромнейшее издали можно посмотреть я выпускала какое-то видео кто-то мне там написал тоже что до гортензии у вас красивые но нету ярких я только не поняла чего ярких сортов или ярких гортензий потому что у меня в принципе практически все гортензии есть ну не знаю какой яркости не хватило мне кажется тут жеребит в глазах так вот это skyfall тоже третий год все вам показывала посреди какое огромнейшее вот это вот это огромнейшая самая большая шапка насколько она огромная skyfall красавица skyfall так что тут у меня еще а это мэджико лайм спаркл видите мэджико я вам говорила у нее внутри как будто бы какой-то подшерсток вот это фертильная пахучие цветочки и вертолетики похоже на skyfall но и но конечно же в маленьком в маленьком размере начинает отцветать и опускать свои вертолетики вниз мэджика лайм спаркл пока только малышка аля такой штамбик у меня можно будет что-то сказать когда конечно повзрослеет прям хочу за ними наблюдать и делиться своим мнением вот это гортензия angel blush крылья ангела посмотрите какая она белоснежная белая соцветие и соцветие облегченная прямо стоячая и начинает уже по низу приобретать и розовый оттенок angel blush кустарник высокорослый может достигать я хочу чтобы она закрыла у меня тут забор вот такая angel blush ну а рядышком вимс red вимс red начинает уже розоветь розоветь это очень красивая во взрослом состоянии гортензии люблю такие бабочки а там angel blush так это тоже новинка этого года 22 года гортензия б.с. кто говорит бис вид кто бис супер но склоняюсь что это бис вид соцветие вот такое в коллекции есть у меня пока малыш потому что был маленький саженец но цветет и я даю всем красоткам своим цвести и видите они у меня вырастают в прекрасные большие кусты так полистар стала вот такая она самая первая зацвела уже вот так отцветает уже полистар а это бис вид так это из серии пан новинка немецкой селекции панателла она не должна быть такой она должна быть тоже сверху конусом но я вам говорю ползала тут сломала верхушку но то что она зацвела видно что она еще не поздно вот как пантеон совсем цвете свести не собирается но еще увидим цветение есть еще шапки но видно что основание вот этого конуса очень широкая рядышком это пандора это тоже серии пан низкорослая можно выращивать в горшках она вообще она была такой с зеленцой ну еле еле показывается по краюшку розовинка еле еле пандора так это из серии be be happy счастливая пчела скоро распустится и покажу вам эту счастливую пчелу be happy так вот это пинки промис из кассеты маленький укорененный черенок смотрите заложила бутоны я же говорю я помогла у нее их не было прошло наверное дней 10 и я вчера еще пролила тоже с большим содержанием фосфора для закладки бутонов бутон отвечает для закладка бутона самое такое простое удобрение монокалий фосфат можно пользоваться пинки промис процветет еще покажу так ну а это так magical moon light magical moon light на ней так же как и на геркулесе начинает она только малых и малых и малых и было поэтому но по соцветию просто вам покажу и что в коллекции есть она не пока я совсем не розовеет видите она только салатовая была белая-белая зацвела рано малышка но зацвела но еще это не вся коллекция сейчас покажу еще вам это лаймлайт формирую на штамбике ну все понятно лаймлайт без нее никуда очень люблю эту гортензию так лаймлайт впереди идем это канделлайт канделлайт очень люблю вот такие вот соцветия люблю канделлайт крепкая крепкая своеобразные такие у нее соцветия на пинки винки похожи канделлайт так снова новинка с этой стороны покажу снова новинка magical матер хорн вот она начинает кстати не краснеет совсем пока была сливочная и сейчас такое салатовая magical матер хорн но видите тоненькие веточки тоненькие но цвести я и даю цветет она вызревает она заканчивает свой цикл жизненный вот ну это то что у меня в коллекции теперь смотрите это красавица литл лайм цветет люблю вот лаймлайт литл лайм люблю эти гортензии литл лайм ну и перейдем сейчас часть тут которая новинок это вот так на седьмое magical fire смотрите какой нежный розовый у нее на лед появляется тоже новинка приобретения этого года magical fire а рядышком влюбилась в эту гортензию литл блоссом есть есть стробери блоссом с туго набитым соцветием а это литл блоссом кто смотрел видео показывала пока фертильные вот эти маленькие цветочки она не распустила до конца но начинает розоветь посмотрите какая нежная воздушная крепкая красавица литл блоссом за ней вот это соцветие magical везувио до конца не распустилась magical везувио вот это литл блоссом это прошлогодние мои покупки вот эту покупала как magical андес но не знаю я вам говорю так как покупала посмотрите какой красивый какой красивый розовый налет на ней чуть чуть зеленеет и розовый красивый розовый оттенок очень красивое соцветие оно не треугольное не не заостренное а какой то такое пирамиды похоже на пирамиды как из кирпичей так сложено вот она magical андес ну вот эта красавица многим полюбилась гортензия это magical мон бланк вот так она смотрится на 7 августа у меня эта гортензия только боится прямого солнечных лучей ее нужно сажать где-то в притенении чтобы в жаркие пол жал жаркий полуденный зной она не была на солнце я видите горшок начинает коричневеть тогда у нее эти лепестки рано а так это это замечательнейшая гортензия имеющая свое лицо ну красотка просто полная magical мон блан так ну и тут еще последние 4 гортензии или 5 у меня это magical sweet summer насколько красивая сливочная у нее это прям такой треугольник прям как равнобедренный треугольник похоже соцветия magical sweet summer красивущая какой сливочный вот этот кончик ну просто красивенная она magical sweet summer а представьте это ж только молодое растение когда много таких соцветий правильно мы обрежем и какая-то будет красотища ну и тут еще 3 штамбика и одна гортензия это фрайс мельба люблю эту гортензию не раз говорила но раз мы о коллекции значит о коллекции так смотрите как начинает она уже тут розоветь но хотя имеет еще зеленый кончик вот он зеленый кончик и начинает розоветь пока она у меня небольшая я ее формирую второй год она у меня формирую на штамбе но надеюсь что это будет красота глаз не оторвать от этой гортензии вот фрайс мельба большие взрослые кусты конечно такие должны быть у всех нас так это the alnwick rose такая у меня сейчас litchville angel но раз попутно мы тут а вот это диамантина на штамбике зацвела одна из первых она штамп пока немножко такой хиловатенький но все будет формироваться пока не краснеет была белая распустилась полностью полностью и немножко салатовая при в том году она покраснела у меня была красивым таким переходы цвета у нее были вот красотка litchville angel вот это на штамбике у меня на штамбе sunday фрайс в прошлом году я вам показывала что формирую деревенский штамп такой ну вот получается у меня деревцем будет она не кустом а сформирована деревцем начинает зацветать ромашки салли холмс ну и вот это гортензия по-моему это selection видите какое красивое какое красивое облако на даче растет еще фантом того чего у меня тут нету мэджик старлайт там еще там еще даймонд рушь фантом настоящий так а это я покупала как фантом но не фантом точно убеждаюсь так что там еще цветет из новинок ну и не показала вам еще так ну и не показала вам еще дентель де горон она у меня цвела да и я ее так как советуют что она самая ранне цветущая ее обрезают я ее обрезала она уже выпускает побеги но посмотрю до какого состояния выпустят а на даче у меня еще white леди pink леди тордива потом уник и гранди флора вот такая коллекция у меня гортензии дорогие друзья все формируется мною все из маленьких череночков выращивается в общем если будет интересно могу выпускать по ролик о каждой гортензии показывать их красоту чтобы можно было в какую-то свободную минутку или выбрать для себя что-то ну или все-таки полюбоваться потому что красота гортензии действительно сейчас конец июля начало августа ну и уже до конца сезона это конечно завораживающее зрелище спасибо вам дорогие друзья телефон мой перегревается уже и не хочет ничего показывать до свидания до свидания до свидания до свидания